По-особому в этом году решили провести предновогодние дни государственные служащие на западе страны. Вместо корпоратива они на собранные средства отвезли продуктовые наборы малоимущим семьям. Напомним, ранее глава региона пригрозил сотрудникам увольнением, если, несмотря на запрет, они все-таки проведут новогодние вечеринки. Сегодня это не сотрудники городского отдела занятости, а не сказочные персонажи. Пришли в гости к особенным детям с подарками, песнями, новогодним настроением. Таких особенных детей, как мой старший сын Аэн, у нас в городе в частности очень много. И это очень отрадно, что госслужащие приняли решение оказать такую благотворительную помощь всем этим деткам. Прежде всего, внимание деткам, что они не одиноки со своими проблемами. Раньше в это время мы организовывали корпоративы. В этом году ездим по семьям, устраиваем сюрпризы детям. Дарить праздник другим всегда радостнее. Благотворительные акции стали уже доброй традицией на западе страны. В период строгого карантина чиновники оказали помощь более четырем тысячам семей. На этот раз госслужащие региона собрали больше четырехсот продуктовых наборов. В преддверии праздника они навестили малообеспеченные семьи, тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями и одиноких пенсионеров. В этом году корпоратив уже не будет в связи с ограничительными мерами. Поэтому я считаю, что это очень правильно. Я думаю, что благотворительная акция не будет только ограничиться тем, что организовали это наши государственные служащие. По-моему, этого есть депутатский корпус, много предпринимателей, которые тоже оказывают благотворительную помощь. Отметим, корпоративы остаются под запретом, а госслужащим, участвующим в них, грозят дисциплинарные меры. Об этом заявил глава региона на заседании оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Меры по выявлению нарушения санитарных норм он поручил усилить, вплоть до увольнения чиновников. До меня доходит информация, что до сих пор проводят мероприятия. Их необходимо выявлять. Будем фиксировать, подавать в суд, через суд штрафовать. Поступают также сообщения, что корпоративы проводят, и на них появляются госслужащие. Никаких корпоративов быть не должно, это недопустимо. Пусть руководители предупредят своих подчиненных. Благодаря такому решению госслужащих приятный сюрприз получили тысячи семей области. Рост Сатканова, Джерлгасов, Канад Махмутов, Уральск. Итоги дня.